Добрый вечер! В эфире Первого городского телеканала Служба новостей город в студии Мария Пушкарская. Я и мои коллеги расскажем вам о том, что случилось за понедельник. Смотрите в эфире. Больше куришь, меньше получаешь. Минздрав предложил снижать зарплату курильщикам. Не хотим переезжать в коммуналку. Жители дома улицы Тихорецка на протяжении года не могут решить проблему с ветхим жильем. Как прошел чемпионат фейерверков на этих выходных и кто из звезд будет выступать на закрытии в следующий уикенд, узнаем совсем скоро. Кто победил на короче и какие медийные личности на этот раз прошлись по красной дорожке, смотрите во второй части нашего выпуска. Тельняшка даже на улитке. В музее Мирового океана прошел ежегодный праздник День тельняшки. Минздрав предлагает урезать зарплаты курящим сотрудникам компаний с помощью системы штрафов и поощрений по программе укрепления здоровья работающих, которая разработана Министерством здравоохранения Российской Федерации. А что думают калининградцы по этому поводу, узнаем прямо сейчас. По законодательству мы имеем право на перекуры. Ну, конечно, это не так называется, но мы имеем право на отдых. Это дело каждого курить, правильно? Это его выбор. Просто надо рекламировать то, что это небезопасно для здоровья. Ой, конечно, тратится на перекур много времени, само собой. Но если тот, кто не курит, добавить им – это хорошо. Минздрав призывает заменить перекуры полезными привычками. Например, установить в офисе тарелки с фруктами и оборудовать зоной для физических упражнений. Таким образом сотрудники смогут заменить сигаретную тягу фруктом или отвлечься от напряженной работы с помощью спорта. Некоторые работодатели тоже поддержали идею Минздрава. Например, Вячеслав Смирнов, который сам занимается спортом, поделился своим мнением. Я полностью поддерживаю. Я сам не курю, занимаюсь спортом, бегаю с утра. Поэтому полностью поддерживаю Минздрав, который против курения. И, в принципе, курильщик, который не работает, а перекуривает, он малоэффективен. Конечно, выбор каждого – придерживаться вредной привычки или нет. Но как скоро смогут принять новый закон по урезанию зарплаты курящим сотрудникам, рассказал нам юрист Сергей Кабузев. Когласно действующему трудовому кодексу, у нас есть три вида дисциплинарной ответственности работников. Это замечание, выговор и увольнение. Соответственно, применение любой другой меры, которая не перечислена в данной статье, является незаконным. Соответственно, по состоянию на текущий момент, единственным способом как-то легально уменьшить зарплату человеку, который курит, это вести учет рабочего времени. В доме на улице Тихорецкой 3 до сих пор не решилась проблема расселения. Местные жители уже обращались во все инстанции, но все безуспешно. Проживание или выживание? Узнаем в нашем следующем материале. Смотрите, вот эта стена тоже вымокла после последнего дождя. До этого она мокрой не была. Вот сколотили штукатурку, стала мокнуть и эта стена. Ну, здесь хотя бы, к счастью, нет электропроводки. Жители дома на улице Тихорецкой 3 продолжают бороться за свое жилье. Не так давно их должны были расселить, но администрация прислала им письмо и сообщила, что с переезда придется подождать аж до 2023 года. Активистка дома Светлана уже не раз обращалась в разные инстанции, но всегда был один и тот же ответ. Приехали специалисты, сказали, что единственный выход, у вас типа все изношено внутри стен. Единственный выход, мы вам сейчас приедем и отключим электропроводку во всем доме. Все. Я стала об этом писать в администрацию президента. Ну, жалоб 20 я, наверное, точно на адрес Путина написала. Все отправляется на уровень Калининграда. Из Калининграда следует ответ один и тот же, тупой. Переселение перенесено на 2023 год. Последний ответ, который пришел из администрации президента, гласил, что ее большое количество писем можно принять за оскорбление власти, хотя в них не было ничего противозаконного. Власти предложили жителям временно расселиться в маленькие комнаты в общежитиях вдали от их места работы, садиков и школ. Позже с проверкой приехали МЧС, чтобы удостовериться в негодности дома. Сотрудники не смогли толком ничего сказать, только предложили временное переселение в общежитие. Житель этого дома Павел тоже не смог стоять в стороне и записал видеообращение. Мы обращаемся к нашим чиновникам, за которых мы голосовали, и переживаем, как они думают о нас. Пускай перенесут срок сноса нашего дома хотя бы на вторую очередь, а нас поставили на самую крайнюю, на четвертую. Иначе наш дом просто может не выдержать этого. Спасибо большое. На отборочном матче Евро-2020 между сборными России и Казахстана, который состоится 9 сентября в Калининграде, незрячим болельщикам раздадут наушники для комментариев. Футбольный комментатор будет использовать передатчик с микрофоном, установленный в кабине. Такая система впервые была применена на арене Калининград во время матча чемпионата мира 2018-го. Далее наши новости продолжит рубрика короткой строкой. Глава Калининградской области Антон Алиханов поручил региональному министерству культуры и туризма решить вопрос с пробками на въезд в национальный парк Курская коса. В минувшее воскресенье 18 августа в Зеленоградске на дороге к туробъекту образовался километровый затор. Автомобили двигались со скоростью 3 км в час. С 19 по 27 августа в некоторых квартирах жителей Калининграда не будет горячей воды. Это дома по улицам Автомобильной, Альпийской, Батальной, Ульяны Громовой, Дарвина, Дрожжевой и другие. Полный список можно найти на сайте администрации города. Причину отвлечения – плановые профилактические работы на ТЭЦ-2. Гурьевск назвали самым тихим городом России. Аналитики провели опрос, в котором приняли участие более 90 тысяч человек. Гурьевск возглавил этот рейтинг. За ним на втором месте Ейск. Краснодарский край на третьем, Михайловск – Ставропольский край. На этой неделе отменяются несколько пригородных поездов. С 19 по 23 августа отменяются дневные поезда, отправляющиеся из Калининграда в Светлогорск в 10 утра и в 12.00. Из Светлогорска в Калининград в 10.58 утра и в 13.00. Также с 21 по 23 августа не будет ходить поезд Светлогорск-Калининград с отправлением в 4 часа дня. И Калининград-Зеленоградск с отправлением в 13.23. Причина отмены – плановое техническое обслуживание электропоездов. Первый городской телеканал приглашает всех на семейный праздник фестиваля самолетиков. Генеральный партнер фестиваля – оптово розничная база на Полоцкой. Партнеры фестиваля – зеленоградский кооператор производства воды, сеть магазинов игрушек «Хоббит» и предприятие быстрого обслуживания «Макдональдс». Для малышей и взрослых на фестивале пройдут розыгрыши, конкурсы, призы и подарки. Настоящий завод по производству бумажного воздушного судна и, самое главное, запуск большого самолетика в Калининграде. Начало 1 сентября в 12 часов дня в Центральном парке. Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». В Калининграде на выходных прошел фестиваль фейерверков. Шоу было, как всегда, ярким и живописным. Буйство огней, стритфуд, развлекательные программы и музыка – обо всем этом расскажет в нашем следующем сюжете Полина Кулакова. Сейчас я нахожусь в самом центре вкусностей и блюд уличной кухни. Здесь свыше 50 палаток. Скумбрия, креветки, хот-доги, бургеры, чебуреки, шашлык – все на любой вкус. Даже есть кофе на песке, скажу честно, я его попробовала, и он мне очень сильно понравился. Организация фестиваля фейерверков проходит на высоком уровне, как всегда. Мы решили узнать напрямую у продавцов, как проходит фестиваль в этом году. Что люди чаще всего покупают, ведь, как говорится, в торговле одна забота, чтобы не стояла бы работа. Наша рыбная продукция вся продается тоже очень хорошо постоянно, потому что у нас все, как говорится, идет на ура. Даже у нас приходили наши иностранцы сегодня в этом году, нам говорили фиш, рыба – чудо. Люди очень нравятся, людей очень много по сравнению с прошлым. Ну, на прошлой неделе тоже был народ, но дождик всех распугал. Ну, и сегодня погода хорошая, людей очень много, люди все приветливые. Гости довольны, все очень довольны. Именно организация, чистота, порядок, охрана, подъезды, заезды, но одни хорошие отзывы. Нам очень нравится. Но не только продавцы рады организации праздника. Калининградцы, которые пришли на фестиваль, были в предвкушении шоу огней и музыкальных выступлений. На фестивале я впервые. Думаю, здесь будет очень весело, интересно. Попробовали на стритфуде шашлык, очень вкусно. Все супер. Тут можно поесть на скорую руку. Классные группы поют. Ну и что, вот-вот начался фестиваль фейерверков. В этом году выступает команда из Америки. Они, кстати, были организаторами на инаугурации президента США. В 2017 году также будет выступать команда из Белоруссии, одна из лучших команд республики. И в этом году продлили выступление фейерверков до 15 минут. Так что не буду задерживать вас разговором. Наслаждайтесь красотой. В следующую субботу, 24 числа, будет торжественное открытие третьего заключительного дня, на котором выступят пиротехники из Испании и Канады. И на главной сцене шведский музыкант Доктор Албан. Также состоится гранд-фейерверк, на котором точно будет очень красочно, и это шоу запомнится всем. Полина Кулакова, Дмитрий Панкратьев, Служба новостей, город. Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». Смотрите далее во второй части нашего выпуска. Кто победил на короче? И какие медийные личности на этот раз прошлись по красной дорожке? Смотрите во второй части нашего выпуска. Тельняшка даже на улитке? В Музее Мирового океана прошел ежегодный праздник День тельняшки. Кто подставил Олеханову рожки? Узнаем из рубрики «Социальные сети». Эти и другие события смотрите сразу после рекламы. С вами служба новостей «Город», и мы продолжаем. Седьмой фестиваль короткометражного кино «Короче» завершил свою работу в Калининграде. Какая картина стала победителем, и кто прошелся по красной дорожке в этом году, узнавал Павел Яркович. В этом году на участие в фестивале «Короче» были поданы 1649 заявок из 49 регионов России и 43 стран. Примечательно, что из 37 картин, отобранных, 35 – это премьеры. Красная дорожка открытия прошла на главной фестивальной площадке в кинотеатре «Заря». На ней присутствовали именитые актеры – Павел Деревянко, сыгравший в нашумевшем сериале «Домашний арест», актриса Оксана Акиншина, которая еще в начале 2000-х стала популярна благодаря картине «Сестры» Сергея Бодрова, Андрей Смоляков, сыгравший во множестве отечественных фильмов, одна из последних его знаменитых работ – фильм «Завод» режиссера Юрия Быкова, ну и, конечно же, многие другие. Мы узнали у программного директора фестиваля, какие же новшества будут в этом году. Появилась программа «Короче карьера», очень актуальная, потому что сейчас работы тяжело, денег всем не хватает. Мы даем некие такие лайфхаки по поводу того, какие новые работы, вот самые перспективные. А потом появилась программа «ЗОЖ», потому что все сейчас здоровый образ жизни, в общем, очень важный, и тоже у нас она есть. Победителем фестиваля стал фильм «Подводник» Александра Назарова. Фильм повествует о пропавшем без вести подводнике, который вернулся к себе домой прямо на свой день рождения, но уже в новую семью. Правда, по виду и манерам он больше похож на отсидевшего зэка. Независимо от того, удастся ли подводнику вернуть доверие близких, отчему разоблачить самозванца, а жене выбрать, с кем из мужчин ей остаться, этот день рождения семья не забудет никогда. В Калининграде 41-летний мужчина облил чернилами машину жительницы соседнего дома за то, что иномарка загораживала вид из окна. Калининградец также разбил стекло автомобиля. Ущерб составил 21 тысячу рублей. Владелец машины обратился в полицию. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Далее наши новости продолжит рубрика «Место происшествия». Вот так собрание. Что заставило соседей выбежать из собственных домов в Мечниково? Авария, а точнее встреча Лексуса с забором. Детали такой посадки уточняются. Как и тот факт, что номера авто остались у одного из жителей в руках. Автор данного видеоролика недоволен стилем вождения водителем впереди идущего авто. По его словам, он действует неадекватно, а именно выезжает на встречку и пару раз он был очень близок к машинам по встречному направлению. С одной из них, а именно автомобилем ДПС, он чуть было не столкнулся, но все обошлось. То ли торопится куда-то, то ли стиль вождения такой. Но факт остается фактом. Эти водители нарушают правила дорожного движения. Благо реакция хорошая и в итоге легковушка и маршрутка не столкнулись лбами. Тройное ДТП произошло прямо в центре города. Самые большие повреждения, как утверждают очевидцы, получил автомобиль «Мерседес». Пострадавших нет. Участники аварии ожидают сотрудников ГИБДД. Калининградская область вошла в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин. На конец июля литр 92-го можно было купить за 44 рубля 48 копеек. Верхнюю строчку рейтинга занимает Чукотский автономный округ, Республика Саха-Якутия и Магаданская область. Здесь литр бензина продается за более чем 50 рублей. Минимальная стоимость АИ-92 в конце июля зафиксирована в Челябинской области – 39 рублей 62 копейки. Еще немного цифр далее в традиционной рубрике «Бизнес-новости». В Калининграде планируется создать предприятие по производству и продаже домашней обуви. Заявленный объем инвестиций компании – 57,5 миллионов рублей. Ожидается, что резидент создаст в области 70 новых рабочих мест. Также анонсировано появление в регионе производства, которое будет специализироваться на выпуске светодиодных светильников и систем управления. Заявленный размер инвестиций – 50 миллионов рублей. На 1,3% снизились реальные располагаемые денежные доходы населения в России в первой половине 2019 года, говорится в аналитической записке счетной палаты. Эта цифра снижается с 2014 года. По итогам прошлого года падение составило 0,2%. Однако по итогам 2019 года Минэкономразвития ожидает рост этого показателя на 1%. Белоруссия, Украина и Венесуэла задолжали России больше всех денег. Белоруссия имеет долговые обязательства на сумму более 7,5 миллиардов долларов. Украина – 3,7 миллиардов. Долг Венесуэлы чуть меньше – 3,15 миллиардов долларов. Все они должны быть погашены к 2027 году. В целом минимум 17 государств задолжали России около 27 миллиардов долларов. Сделка не состоится ни при каких условиях. Дональд Трамп не сможет приобрести, как планировал ранее, остров Гренландия. Датский премьер-министр назвала эту идею абсурдной, отметив, что остров не продается, поэтому обсуждения прекращаются. Курс доллара за последние 6 месяцев впервые преодолел 67 рублей. С начала августа доллар подорожал почти на 3,5 рубля. Что будет происходить с курсами валют завтра, узнаем в нашей постоянной рубрике. Курсы валют на 20 августа. Доллар США – 66,60 рубля. Евро – 73,94 рубля. Польские злоты – 16,97 рубля. Уже восьмой раз в Музее Мирового океана прошел День тельняшки. Праздник был посвящен именно этой нательной полосатой рубахе. Было и перетягивание каната, и танец яблочка, и выступление группы «Черные береты». Ну и, конечно же, самый милый конкурс «Усатый полосатый». Чего ты, сладкий? Мясо ты. Чего ты хорош? В этот раз в конкурсе «Усатый полосатый» принимали участие самые разные виды животных. Мы решили пообщаться с одной из участниц необычного питомца. Мама не разрешает мне домашних животных заводить, а улитки, они неприхотливые, то есть они небыстрые, и убирать за ними несложно, из-за этого вот улитка. А идею подкинула моя мама, ну это необычно, улиток здесь, по-моему, нету больше. Примечательно, что в том году победил именно этот енот на фестивале «Усатых полосатых». Его зовут Сема. Да и в этом году, как вы видите, енот пользуется наибольшей популярностью. Скажите, за кого вы проголосовали и почему? Мы проголосовали с моим ребенком за енота, потому что он такой милый, он такой прикольный, он такой веселый, он такой добродушный, в общем, излучает только позитив. Мы также решили узнать, чем этот фестиваль отличался от прошлогоднего. В прошлом году мы впервые его растянули, ну, по всей территории практически, да, то есть и у главного корпуса отмечаем, и на военно-морском центре. В этом году мы продолжаем эту традицию, и те новшества, которые удачно прижились в прошлом году, мы, конечно, успешно реализуем и в этом. На других площадках зрителей порадовала своим выступлением группа «Черные береты». Пусть врага улучшает страх, на всех морях английский нашла. Участники танцевального ансамбля «Песни и пляски» показали, что такое настоящее яблочко. Ну и, конечно же, проверили мужскую силушку с помощью перетягивания каната. Возле каната команды 8 человек. Люди могут быть различны по своим габаритам, но перед началом соревнований они все прошли взвешивание. А пока шли по-настоящему мужские мероприятия, в конкурсе усатый-полосатый уже во второй раз подряд победил енот Сёма. Второе место занял и морячок, и акробат Шпиц. Ну и в тройке оказалась большая швейцарская белая овчарка. Всех участников наградили памятными призами от музея и партнеров. Павел Яркович, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, город. Первая международная матрасная Олимпиада 2019 прошла в США. Правда, носит она пока неофициальный, даже скорее стихийный характер. Так в сети набирает популярность видео массовой миграции матрасов в Колорадо из-за сильного ветра. Что еще попало в кадр, а затем на просторы интернета, узнаем далее. Рыбалка удалась. Вот только у кого? Вопрос. Рыбак из Флориды лишился улова. Всему виной акула-молот, которая буквально вырвала добычу из рук. Хочешь жить? Умей кусаться. То, что показывается на фестивале, становится частью культуры и истории города и области, сказал Антон Алиханов на открытии фестиваля. Короче, видимо, эта фотография события теперь тоже часть культурного наследия. Не только Калининграда, но и актрисы Екатерины Волковой, автора мини-перфоманса. Кстати, обратите внимание на футболку губернатора. Не за нее ли так отчаянно сражается героиня этого видео? Найти эксклюзив в магазинах города не так просто, а если уж нашел, не отпускай до конца. Так же, как активисты борются за сохранение ангаров бывшего немецкого аэродрома в области. Один из гостей праздника 100 лет аэродрома Девау использовал для взлета гидрогавань, заброшенного аэродрома Нойтеф на Балтийской косе в эти выходные. А мы летим дальше. Несмотря на пасмурную погоду, которая царит в нашем городе в понедельник, у калининградцев все равно есть хорошие новости, которыми они делятся в нашей постоянной рубрике. Едем в Зеленоградск, очень хорошие новости. Чудная погода, месяц не были в Калининграде, очень скучали. В Красноярске были у сына. Погода хорошая, интересно, радостно здесь, приятно ходить. Настроение всегда бодрое. Сыночка приехал в отпуск, самое важное, наверное. Хорошая новость, мы отдыхаем. Вот мы второй день в Калининграде, нам очень нравится. Наша хорошая новость, у нас отпуск 5 дней. Мы приехали в Калининград. А откуда? С Пензер. У меня сын поступил в Пражский государственный университет. Уезжает учиться. Живо-здорово, все хорошо. Дети рядом, все отлично. А, нет, вру, мы едем в отпуск. А куда? Мы на остров Родос. Вот мы вчера приехали из Питера, нам здесь нравится. Замечательный город, красиво и видно. Мы еще не все посмотрели. Нога не болит, вылечила в этом летом. Самые хорошие новости, это отсутствие плохих новостей. Отлично. А в Калининграде всегда хорошие новости. Спасибо. Тем более на первом городском. В Калининграде ожидается в основном пасмурная рабочая неделя. Временами возможны осадки. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. А что будет с погодой завтра, узнаем в нашей завершающей рубрике. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». 20 августа в Калининграде плюс 23, ночью плюс 15. В Вильнюсе плюс 21, ночью плюс 15. В Гданске днем плюс 22, ночью плюс 16. В Москве днем плюс 26, ночью плюс 21. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». На этом все. Если вы стали свидетелем интересных событий, звоните к нам в студию по номеру 555-085. С вами была Мария Пушкарская. Увидимся в городе. Генеральный партнер службы новостей «Город» сеть аптек «Аптека для бережливых» и первый оптический дискаунтер «Оптик Гуру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова